Друзья, всем привет! Сегодня очень важное видео, прошу вас поделиться им максимально в соцсетях, YouTube, Facebook, везде, переслать своим друзьям, знакомым. Я хочу, чтобы как можно больше людей это увидело и подумало. О чем идет речь? Наша организация, друзья Гончаренко, кстати, очень много уже людей присоединилось. Присоединяйтесь и вы, оставлю в комментариях ссылку, где можно заполнить анкету. Так вот, ребята провели акцию и установили знак, дорожный знак, в котором все написали четко. Куда? Где у нас болото, Московия, где Кубанская Украина и где Русь, Украина. Почему это важно? И вообще о чем идет речь? Вы знаете, что восьмой год Россия ведет против нас войну. Мы защищаем свою свободу, независимость, будущее. Но на самом деле это уже не первая война. И уже столетия Московия пытаются поработить и захватить Украину. Просто столетия. И это продолжается, к сожалению, и сегодня. И часть этой войны – это война за историю. Для Российской империи очень важно, что они пытаются заявить о своих правах на Киевскую Русь. И вообще на Русь. Потому что без этого эта империя превращается в колоссы на глиняных ногах. Но эти претензии очень смешны. Потому что, ну, фух, как Путин ставит памятник Святому Владимиру в Москве. Только когда Святой Владимир крестил Русь в Киеве, то на московских болотах только жабы были. Там ни одного человека не было. И герб Святого Владимира – трезубец. Это герб Украины. И, ну, так по всем абсолютно пунктам. Действительно, когда Киев знал весь мир, как я повесил на бордах в Киеве на день города, поздравления, в Москве только жабы клакали. И это правда. Кстати, у них тогда от этого страшно там пригорало. Поэтому мы установили такой знак. Посмотрите, как это произошло. Это действительно значимо. И мы должны бороться за свою историю. Потому что все начинается с истории. И христианство пришло в Восточную Европу через Киев. И цивилизация. И это наша история. И Украина – это продолжатель Руси. Поэтому можем правильно и смело говорить «Русь – Украина». Еще мы поставили знак на Кубанскую Украину. Вы знаете, что я создал в Верховной Раде межрекционное объединение «Кубань». И от этого тоже страшно пригорает в Российской Федерации. Почему? Потому что мы напоминаем, что на самом деле Кубань – это был абсолютно казачский, казацкий, украинский край. Да, Россия там колоссальные приложили усилия для русификации. Но даже сегодня эти украинские корни там во многом видны. И мы должны об этом тоже напоминать. В общем, это на самом деле важно. Послушайте еще, что говорит руководитель друзей Гончаренко, координатор друзей Гончаренко Алексей Степанец. Друзья, на передодні Дня Незалежности мы, Громадское объединение «Друзья Гончаренко», команда инициативных и диевых изменотворцев, решили нагадать всем исторические названия и исторические правды. Адже мы не позволим никому красить и привлечить нашу историю. Я хочу напоминать вам, что тогда, когда в Киеве строились храми и развивалась культура, на болотах, где находится Москва, квакали жабы. Так вот, друзья, давайте помнимать нашу историю. Слава Украине и держим острый! Правда, это правда, и мы должны защищать и свою историю, и, конечно, свою страну. И обязательно победим. Слава Руси и Украине! И с наступающим Днем Независимости! Слава Украине! Героям слава! Примаем острый! Слава Украине!